Ну что, давайте, Ольга, ваш вопрос. Я посмотрела фильм, и у меня вопрос по фильму. Назовите фильм, а то народ не входит. Назвать фильм «Семь убийств». «Семь прощенных убийств». «Семь прощенных убийств», да. И как раз, посмотрев этот фильм, там была аннотация, я смотрела ее с мужем, этот фильм смотрели мы вдвоем. И там была аннотация к тому, что помимо убийства физического, которое там происходит, там же происходят на психологическом плане такие мистические моменты, которые следует увидеть. И мы с этим настроением решили сесть посмотреть. После просмотра мы еще по лесу гуляли, беседовали, и поняли, что охота уточнить, как бы нет ясности. И это такая интересная история смотреть вдвоем, когда все перетекает туда-сюда. Но мы, я, в частности, если про себя говорить, то для меня как бы там два персонажа, они вот более прояснены. Я могу сказать, что есть в этом ясность. Но когда я написала вопрос свой в мини, то я поняла, что мне даже охота услышать, может быть, это даже другой совершенно взгляд, не тот, про двух этих персонажей. Я как бы обнулилась, и я хочу вот другой взгляд увидеть на эту ситуацию. У меня есть свое. На каждого персонажа какие-то у меня эмоции, чувства и мысли, они есть. Я тоже готова с ними поделиться. Ну, во-первых, первое, что я отмечаю с удовольствием, это то, что вы смотрели с мужем, и потом гуляли по лесу и обсуждали. Это ведь на самом деле так редко сегодня каждый свой телефон, свой компьютер уперся, и каждый что-то свое смотрит. Но если люди смотрят вместе для того, чтобы... И еще и говорят об этом, это просто великолепно. И мое почтение вашему мужу передайте. Да, хорошо. Вот. И вам, конечно, как жене, которая сердцем открыта и делится тем, что ей интересно. Вот. И это такая преамбула, на самом деле, к разговору о фильме «Семь прощенных убийств». Потому что, во-первых, я очень люблю актрису, которая играет главную героиню, вы это уже поняли. Вот. Во-вторых, я смотрел этот фильм достаточно давно, поэтому я немножко так в этом, в муаре вижу, такой вижу сюжет, но основной линией я помню. Смотрите, в отношениях, в близких отношениях мы, на то они и близкие отношения, что мы открываемся влиянию другого человека на нас. Это влияние может быть как сознательное, ну, это такая, как сказать, то, что называется психология, манипуляция, управление, контроль, это более сознательное. Но часть, часть этих влияний, они бессознательные. Они находятся где-то на ином уровне воздействия. Здесь уместно такая вот, ну, метафора для меня очень такая близкая. Однажды родилась в одной консультации, я вам ее кратненько перескажу. Вот, о том, что вот есть отдельно, например, томатный сок и есть молоко. Каждый из них хороший вкусный продукт. Если слить их вместе, ну, ни то, ни сё выходит. Но пить невозможно. Да. А есть, например, персиковый сок и сливки молочные. Слили, взболтали, очень вкусный шейк получается. Точно так и здесь вот люди по отдельности могут представлять сами по себе ценности. Но если они вот это в близкое взаимовлияние входят, поначалу это даже как-то необычно. Это офигительно классно. Это странно. Но потом, поначалу, потому что в начале отношения у нас и внимание, и сексуальный интерес, и прямо такое очарование другим человеком. Но потом, если они вот как томатный и этот, какой там сок у нас был, ну, вот этот самый, они несовместимы по вкусу, начинаются тяжелые взаимовлияния. Ну, например, один человек начинает, например, женщина может на своего мужчину неосознно проецировать боль и обиду своих прошлых отношений. То есть она как бы допровергивает, но она до конца это не понимает. Потому что эту боль она когда-то, когда рассталась, уложила, утрамбовала. И сейчас боль отогревается, и ей надо куда-то выходить этой боли. Она начинает проецировать. И если это боль, обида или что-то очень родовое, например, из нашего родового сценария, неосознанное, непроработанное, то есть отношения папы и мамы, и где-то там в родовой памяти бабушек и дедушек, оно неосознанно, и я не понимаю, почему я... И это вот сюжет очень многих фильмов. Почему я убиваю, разрушаю, уничтожаю своего самого любимого человека? И рационально мы можем объяснить, потому что он не туда положил, потому что я поросила заехать, он не заехал. Но внутренне я уничтожаю, выражаю такую меру скепсиса, претензии, манипулирования, я подумаю сам вот этими вещами. Вот. Закрытости, в том числе и в эмоциональном смысле, и в сексуальном смысле. Вроде бы уже подруги говорят, ты, слушай, там, Дашенька, там, Наташенька, ты его потеряешь очень скоро. Он хороший мужик. Он, смотри, все для тебя делает. Но она сама не может понять. Есть рациональный способ объяснения этих вещей. Но я знаю. Вот этот вот какой-то импульс, и вот эта женщина замечательная, которая в главной роли, она пыталась состроиться любовью с самыми разными мужчинами. Но каждый раз, когда она находила мужчину, включался вот этот подсознательный сценарий, и она его убивала. И вот видите, здесь показано это убийство, убийство как реальные физические действия. Но если смотреть это с такого мистического, метафорического плана, то это убийство потенциальности человека, его вдохновения. Вот жил человек один, например, мужчина, и он делал свое дело, реализовал свой потенциал, искал любви, встретил конкретную женщину. В одном случае он прямо аж... А еще больше, еще больше счастья. В другом случае он просто угас. Был большим человеком, стал скукожным, маленьким, каким-то закрытым. И если вот этот жерло вулкана, отогретой травмы, травмы, которую отогрел какой-то мужчина, открывается, эта лава вся выбрасывается на него, и он может долго говорить, ну за что, почему, ну что, ну даже есть такие мужчины, которые говорят, ну что я не так делаю, чем ты недовольна, ну я же вроде всю зарплату приношу и не изменяю. А эта штука двигается рационально, и она приводит к психологическим или даже физическим убийствам. Вот, физическое, психологическое убийство, оно как бы незаметно. Мужчины умеют терпеть, задвигать, объяснять, что это их крест, или что сам выбрал, сам теперь терпи. Вот, мужчины реже обращаются за помощью к психологам, к психотерапевтам. И если женщина напряжение по поводу своего мужчины, может в кругу под рук, выболтала и полет, или маме пошла пожаловаться, то для мужчины рассказать, что друзьям, например, или не дай бог психологу, психотерапевту, что у меня не получается женщина, и я не понимаю, в чем дело, это очень стремно, это как-то стыдно, это как-то даже неприлично. И поэтому вот такая вот штука происходит в жизни. И тут хочу подвести вот эту замечательную метафору, фразу Берта Хеллингера, которая говорит, что в наше время нам не нужно ходить на войны, потому что убивают нас очень часто в семье. и психологическая смерть, чувство вот этой вот неполноценности и так далее. Вот, ну, я не знаю, я очень часто, может быть, слишком чрезмерно часто рассказываю о случае, я же здесь в многоквартирном доме живу, и здесь очень интересная такая штука есть. Есть очень хорошие соседи, мы здороваемся. Он такой здоровяк, метра два и полный мужчина, и он мастер в каких-то делах, его вызывают. Вот она, вот мне вот так вот. Вот, и однажды он пришел домой выпившим, и она не пускает его домой. Он звонит, там, не инвальд, я же не буду дианонимизировать ее. Говорит, ну пусти, ну что ты? И он такой, как мальчик, которого не пустили. А она, вот иди там, где... И открывает дверь, иди там, где бухал, иди туда. Не надо, все, нам не надо. И этот мужик сидит, плачет и обсикался. То есть он вообще в неприличном виде. Но самое страшное, что потом проходит какое-то время, она запускает его домой, открывает дверь, там, ну, может, час. Он посидел на лестничной клетке, на холодном, вот этом бетонном ступеньках. Вот. И дальше идет, как ни в чем не бывало. Вот что страшно. Вот. Куда девается это унижение, этот стыд мужчине? Он запрессовывается, психосоматизируется. И у мужчин обычно, если у женщин это во вдове горбик, вот здесь вот такое, как вот нарост вырастает, то у мужчин это в живот. Поэтому неотреагированные мужские эмоции в живот, в переедание и так далее. И это, конечно, да, и в такую чрезмерную, ну, как бы, ну, в раннюю смертность, скажем. У нас же женщины на 10 тысяч дольше живут, потому что женщины умеют эмоционально отреагировать в своей сложной ситуации, а мужчин этому не учат, и в культуре у нас не принято. Так вот, семь прощенных убийств о том, как деструктивный сценарий женщины, он может разрушать и ранить мужчину. Вот. Мужчин самых разных. И я, мне кажется, там в конце она уходит в монастырь, что ли? Да, да. Это седьмой муж у ней. Да, седьмой муж. Вот такая вот история. Поэтому, смотрите, есть формальный план отношений. Живут вместе, деньги есть, двое работают, а есть тонкий план отношений. А как у них с сердечностью, с близостью, с вот этим глубинным контактом? Вот. А как? А там-то как? А там как раз и нет. Там как раз и нет. В первом случае точно нет. Да. И понимаете, у глубинной женщины, есть глубинная мужчина, есть глубинная женщина. Вы знаете, эту метафору мне близко, что женщина, она как персик, снаружи мягкая, внутри косточка. А мужчина, как кокосовый орех. Как снаружи. Или как грецкий. Снаружи твердый, а внутри если раскусился. И вот если женщина раскусила мужчину, вот, она или бережно и уважительно к его мягкости. Например, мужчина пришел домой разбитый, усталый. Он там воюет. А здесь ему нужно пространство отдыха, пространство восстановления. Но мудрая женщина, она, условно говоря, одеяльцем укроет и чайку с малинкой принесет и спросит, как у тебя там дела. Женщина с раненым эго, женским, она эту слабость будет использовать для чего? Для подавления, упреков, доминирования. Он сейчас не в состоянии сопротивляться. И таким образом вбивает. Поэтому один из таких терапевтических, что ли, идей, я говорю, а не помню, это моя мысль или где-то я подчеркнул. Когда мужчина приходит пьяным, ни в коем случае не ругайте его, потому что он счастлив сейчас. А если вам не нравится, когда он счастлив, значит, вы поступаете враждебно. А поговорите об этом на следующий день. Но в этом и женская мудрость, чтобы своевременно как-то коснуться, лавировать, лавировать, вылавировать. То есть, чтобы быть как потоком реки. Если женщина взаимодействует из раненого женского эго, это эго как симптом ждет момента, когда можно выплеснуться и ударить побольнее. Ну да, с этим-то я согласна, что очень много семейных процессов, они бессознательны, как я так сказала. В начале так семейной жизни точно. И думаешь, ох, что это выпрыгнуло, что это было. Здесь еще я добавлю, что и это, конечно, бессмысленно говорить людям, которые в супружеских отношениях, потому что они прошли эту стадию. И бессмысленно говорить людям, которые на входе в отношениях, потому что они не услышат, они опьянены сейчас. Но вам скажу, на этапе знакомства очень важно, когда люди могут познакомить друг друга с эггом друг друга. То есть со своими ранами, со своими трудностями, со своими состояниями, когда я нахожу, могу находиться в состоянии, когда я, ну, условно говоря, вот я дорогая, по утрам я где-то часов до 11-12, 12-12 вообще плохой, я злой, я сердитый, я крутой интроверт, почти аутист. Пожалуйста, это не про тебя, это про меня. Я просто предупреждаю, будь милостивый ко мне по утрам, а я буду к тебе милостивый по вечерам. Ну, то есть, вот как пример. видеть друг друга, слышать друг друга, это опыт 25 лет. Да, это все так. Ну, с этим вот не поспоришь, потому что у меня вот племянница есть, которая замуж выходила, и они другие, они говорят, у нас все будет по-другому. и не слышат, не слышат. Ну, вот если по фильму идти, Евмине, то получается у нас вот как раз холодность, вот эта отчужденность, это с первым персонажем, с первым мужем. Она вот там такая, как вот я на тонком плане, когда мы сейчас уже переходим туда в этот класс, то как раз она там его и нет, он даже ей такую фразу и говорит, почему ты меня всегда как бы сказать ущерб, ущерб вот мой подчеркиваешь, да, это же не только внешняя ущербность, но и как бы нет вот этого ни восхищения, ни ненужности. Как я вижу, это первый вот муж получается. А если брать, например, вот со вторым, со вторым, то он как раз, она влюбилась в него, как раз это качество у нее уже проявлена, любовь, она его расположена, любит, а как бы то, что было с первым, здесь нет, но там вот, как я вижу, она взяла очень много на себя такой мамочки, она же там оплачивает, ему счета, продлевает вот эту его безответственную жизнь, как я вижу, да, вот заботу, вот как материнскую заботу, не дает ему вот эту ответственность за ихнюю семью взять на себя часть ответственности, как бы я все тебе помогу, спасу, и она потом с этим ужасом и сталкивается, каким он становится, во всей красе, ну вот как я так, про второго персонажа, второго мужа, да, значит, это спонсор, да, затем, вот интересный персонаж очень, это когда она ушла в мусульманство уже, там же покорность, там же слушать мужчину, и она тоже есть, как вот я вижу по сюжету фильма, она его тоже полюбила, этот мужчина, она ему открылась, но у меня здесь некий такой момент есть, женский встает, почему она его терпела так долго, то есть вот своим терпением, получается, мы, женщины, чаще всего взращивают тоже, то есть доля того, что с ней там происходило, получается, она в ней есть, у ней всегда было право вернуться, не убивая его, как только это началось, у ней вот эти игры, игры, скажем так, такие, кто кого, они у ней возобладали, ну вот, про третьего я, ну, вот мы так с мужем решили прийти к этому, значит, с русским, там русские есть персонажи, вроде бы, такой интересный, она такая залихватская у них там, ну, страсть, по сути дела, особый-то, но там у ней сработала такая внутренняя собственность, ревность, я бы сказала, такая, ну, ревность, даже это может быть поверхностный какой-то момент, да, вот, ну, вот про русского вообще это очень интересный персонаж, и еще, это я напоминаю, потому что в Минисли давно вы смотрели, я сейчас вы напоминаете, у меня прям картинки вырисовываются, я вспоминаю, да, да, я и хочу напомнить, затем у ней был полицейский, который к ней приходил все время по поводу предыдущих убийств, и она его так, ну, как бы, немножечко давала слабину, вот это вот, называйте меня не госпожа, называйте меня по имени, он там, и все, вот этот заигрыш уже ни к чему, у ней в душе не лежащий, он с ним происходил, и когда уже произошло вот до четвертого убийства, он в нее по фильму влюбляется, он разводится с женой, она в таком опешенном состоянии, но она с ним согласилась с какой-то милости, с какой-то жалости жить, и ей это потом опротивило, и в итоге она тоже пришла к убийству, то есть там есть такой некий момент, нечестности к этому мужчине, нечестности к его чувствам, и такая вот любовь, ну, я скажу, не любовь, даже отношения, отношения и жалости, она сама там очень хорошо играет, актриса, прям видно по ней, как ей это все вообще неприятно, это вот получается пятый, и шестой, она что-то там напивает с таблеток, или еще чего, как-то я даже сейчас опустила этот момент, ее спасает лекарь, который, он ее вроде бы спасает, про нее ничего не знает, и у нее тоже к нему есть движение душевное, как бы такое расположение, скажем так, и она тоже заканчивает браком их отношения, связь, да, но в какой-то момент она видит вот эту корысть, корысть эту, и по сюжету фильма, и его потом тоже начинает бояться, он ее из-за денег вроде бы как бы, вот это все у них получилось, и она его, но с другой стороны, она не просто его убивает, она там тоже свою лепту вносит, вот этой игры жизни, она играет русскую рулетку с собой, она же могла два раза на себе стрельнуть, то есть и третий, несмотря на барабан, она стреляет в него, это такая тоже игра получается, у нее там душев, психологическая, душевная, скажем так, боль, вот, и потом она уже уходит к седьмому мужчину, который, в общем, невозможно, уже он, уже, он вечный муж, и он уже, уже мертв, вот, уходит в церковь, но это вот, если братья в мини по сюжету, рассказать. Видите, здесь, если мы смотрим, что она, женщина, достаточно умная по-женски, и она, как будто бы осознанно или неосознанно в разных ипостасях, в разных ролях выходит с разными мужчинами, разными гранями, она пытается найти этот контакт с мужчиной через разное, и, скорее всего, эти разные внутри, внутри нее эти разные персонажи живут, и в зависимости от мужчины выходит каждый раз разная женщина, но в сердцевине находится раненое женское эго или какой-то деструктивный сценарий, и задача здесь психотерапевта, интегрального душепопечителя, расстановщика, или просто мудрой женщине, женщины, которые, например, ну, где-то за 45, за 50, уже где-то такое состояние, когда есть какой-то интуитивный взгляд, если мы все-таки идем путем самопознания на другого человека, и когда ты смотришь, и как бы интуитивно считываешь, ты смотришь за эту оболочку прекрасную, красивую, мирную, любящую, ты смотришь, и ты понимаешь, что есть прекрасная внешность, есть что-то в душе, что как убийца, как дракон, как амазонка, которая стреляет, только как бы заприметив добычу, она может выстрелить, и наша здесь задача, конечно, если мы люди помогающих профессий, помочь человеку это увидеть, рассекретить эту штуку, разминировать, но очень-очень бережно, потому что если эту штуку показать слишком директивно, то женщина, то есть клиент, она может разозлиться и начать искать другого, кто будет бережен к ее чувствам. КОНЕЦ